Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Свята и прекрасна всегда простота, она, как луч солнца в удушливой мгле, как скромность украсила образ Христа, когда Он во плоти ходил по земле. Сын Божий, Господь, вновь могущий создать бессмертную душу послушной себе, за грешных людей в мир сошел пострадать и кровь искупления пролил на кресте. Вот принял Он образ младенца, цари обычно родятся в богатых дворцах, а как же царь неба? Ему алтари воздвигнуты в храмах, чтоб славить дворца. Но спали спокойно в ту ночь города, лишь яркая новая в небе звезда. Волхвам рассказала, что в бедных яслях великий младенец лежал в пеленах. Над ним было небо, как чистый хрусталь, алмазами звезды блистали в ночи, а в золоте свежего сена он спал, а в детской улыбке играли лучи. А если прожден был в покоях царей, не смог бы Господь свою милость излить на тех пастухов, что пришли на заре, чтоб радость чудесную с ним разделить. Вот отрок Иисус был послушен во всем, и камни, могущие в хлеба превратить, до третьего пота трудился с отцом, чтоб хлеб тот насущный за лепту купить. Исполнилось время, Мессия идет на путь благовестия, на скорбный свой труд. Он знал, что его на пути этом ждет, как люди, отвергнув, на смерть предадут. Как с трепетом встретил его Иоанн, но принял крещение Христос от него. Безгрешный он кротко вошел в Иордан, чтоб волю исполнить отца своего. Но вот всколыхнулась восторгом страна, и род развращенный царя в нем узрел. Наследник Давида не сел на коня, осла оседлать молодого велел. Торжественно встретил Иерусалим царя Назарея, но плакал Христос. Грядущее знал человеческий сын и спрятать не смог человеческих слез. В саду гефсиманском колене склонил, и молится кротко, и просит отца, чтоб Бог своей силой его укрепил, исполнить всю волю его до конца. Когда же Пилат Назарея судил, от злобы рвалась предрассветная тишь. Ты царь иудейский, правитель спросил, был тихий ответ ему. Ты говоришь, мгновение око хватило б творцу, чтоб в страхе смертельном народ побежал. Враги больно били его по лицу, а он всемогущий стоял и молчал. В мучениях распятый уже на кресте, превозмогая с трудом боль свою, утешил разбойника в страшной беде, сказав, что он будет с ним нынеш в раю. И людям прощение свое подарил, и даже его распинавших врагов неправедно, злобно он не осудил, пролил из-за них драгоценную кровь. Вот так наш Спаситель весь мир возлюбил и подвиг спасения свершил для людей. А вечному Богу послушным он был до крестной мучительной смерти своей. Так будем смиренны и кротки, как он, чтоб были и в нас и любовь, и простота. И только тогда мы укроемся в нем, и мир весь увидит в нас образ Христа. Слава Господу! Аминь!